Это было давно, лет сорок тому назад, а может быть и пятьдесят. Узкими горными тропинками от одного дачного поселка до другого пробиралась вдоль южного берега Крыма маленькая бродячая труппа. Впереди бежал, свесив на бок длинный розовый язык, белый пудель, арто, остриженный наподобие льва. За собакой шел двенадцатилетний мальчик Сергей, который держал под левым локтем свернутый ковер для акробатических упражнений. В правой руке мальчик нес тесную и грязную клетку со щеглом, обученным вытаскивать из ящика разноцветные бумажки с предсказаниями на будущую жизнь. И, наконец, сзади плелся старший член труппы, дедушка Мартын Лодыжкин с шарманкой на скрюченной спине. Ой, жара, дедушка Лодыжкин. Нет никакого терпения. Искупаться бы. На что было лучше-то? Только ведь после купания ты еще больше разморит. Искупаться бы. Верно. Мне один знакомый ферсер говорил, соль-то эта самая на человека-то действует. Соль-то морская. Врал, может быть. Вот, врал. Ну, зачем ему врать-то? Человек солидный, не пьюсь ей. Давай, искупаемся. Да тут спуститься-то к морю негде. Погоди, дойдем уж от Кадамискора, там пополощемте леса свои грешные. Глядите, глядите, дедушка Лодыжкин. Артошка-то здорово разморила. Что? Что, брат, песик, тепло? Язык-то у него весь высунутый и дрожит. Да, братец ты мой, Арто, собачий сын. Ничего не поделаешь. Сказано, в поте лица твоего. И, положим, у тебя, к примеру, сказать, не лицо, а морда. Эй, глядь, понимает. Ну, пошел, пошел, пошел вперед. Пошел вперед, нечего под ногами вертеться. А, значит, будет нам языками трепать. Лезь-ка в калитку. На этой даче господа живут очень хорошие. Ты меня спроси, я все знаю. Ну, начинай, Сергей. Егор, Егор, прогоните их по колене. Ну, ты, проходи отсюда. Пойдем, Сергей, на другую дачу. Ой, жарко. Дедушка Лодыжкин, давай искупаемся. Да, мисс Хор, дойдем искупаемся. Ну, входи, Сергей, начинай. Уж тут поживо будет. Уж я знаю. Танцуй, собачка. Танцуй. Так. Еще. Еще. Теперь поздоровайся. Тише. Тише ходят тут. Убирайся вместе с собакой-то. Бар не спит. Много вас тут ходит. Ну, что ж, Сереженька, пошли дальше. Ой, жарко. Ну, давай искупаемся, дедушка. Погоди, Сережа, погоди, погоди. Зайдем-ка на эту дачу. Здесь уж, звони. Проходи. Проходи, старик. Господа, еще не приехавши. Ходим мы сегодня с тобой, дедушка лодыжки. Ходим, ходим, а толку мало. Искупаться, ба. Да, и это правильно. Денек сегодня, надо сказать, неудачный. Ну-ка. Две. Дай пять. Итого семь копеек. Что ж, брат Сережа, и это деньги. Семь раз по семи, вот он полтинничек набежал. Где полтинник-то? Ну, как же, Сережа, семь раз по семи, он в полтиннике выходит. Ой. Глядь, мы трогие и сыты. А это, старичку лодыжки, ну, по его слабости, можно рюмочку пропустить. Недугов многих ради. Ай. Не понимают этого господа. Дву гривен дать ему жалко, а пятачок стыдно. Вот и велят идти прочь. А ты лучше дай хошь три копейки-то. Я-то не обижаюсь. Я ничего, верно? Зачем обижаться-то? Видать, мы с тобой, дедушка лодыжкин, весь поселок обошли. Вон там по левую сторону одна дача осталась. Эй, глядь, не как там люди шевелятся? Да. Вот так история. Сколько лет мимо этой дачи хожу, никогда не души. А ну-ка, ну-ка, вали, брат Сергей. Постой, дедушка. Чего? Здесь что-то написано. О, на столбе-то. Ну-ка, прочитай, Сереженька. Ты ведь у меня образованный. Да-ча. Дача. Друж-ба. 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 О-о-о, это самое настоящее слово. Друж-ба. По-с-то-рон-ним, по-с-то-рон-ним, входы, входы, строго, строго, строго воспрещивается. О-о-о, это у нас целый день заколодило, а уж тут мы просто с тобой возьмем. Артон, иди сюда, иди сюда, собачий сын. Вали смело, Сережа. Ты меня всегда спрашивай, уж я все знаю. Гляди, гляди, дедушка лодыжки, на террасе-то. Да на террасе-то что делается? Ой, мальчишка-то, мальчишка-то, гляди. О-о-о, на полу валяется. Ой, руками и ногами дрыгает. Да-да, это должно быть здешний Борчук. О-о-о, а народ-то вокруг него сколько, гляди, гляди. Барыня красивая, платочком слезы вытирает. Это не иначе Борчукова мамаша. А-а-а. Ну, батюшка-барин Николай Аполлоныч, не извольте огорчать маменьку. Встаньте-с. Ну, будьте столь добреньки, выкушайтесь. Ой, ну, микстура очень сладенькая. Один суров. О-о-о, стрельный, боже мой, ангел мой, я умоляю тебя. Ну, прими, прими же лекарство. Увидишь, тебе сразу станет легче, и животик пройдет, и головка. Не хочу, не хочу я лекарство. Ну, сделай это для меня, моя радость. Ну, хочешь, мама станет перед тобой на колени. Не хочу. Хочешь, я тебе подарю золотой. Нет. Два золотых. Не хочу. Пять золотых. Не хочу я. Трели. Хочешь, живого остренька? Не хочу. Живую лошадку. Да скажите же ему что-нибудь, доктор. Послушайте, Трели, будьте мужчиной. Доктор, не хочу я мужчины, не хочу. Дед Шоколадышкин, что я такое снимаю? И как к нему драть буду? Володь, драть. Такой, брат, сам всякого боседет. Я просто блажной мальчишка. Больной должно быть. А, сумасшедший. Да нет, зачем сумасшедший? Фу, дряни, дураки, черки. Фу. Начинай, начинай, Сергей. Уж я знаю. Ох, боже мой. Они еще больше расстроят бедного Трели. Ах, прогоните же их. Прогоните скорее. Что же вы стоите, Иван, в точный монумент? Это что за безобразие? Кто позволил? Кто пропустил? Марш, вон. Господин хороший, дозвольте вам объяснить. Марш, марш никаких. Вон. Собирайся, Сергей, пойдем. Мама, позвать. Позвать собачку. Но Трели, боже мой, Трели. Да воротите же их. Как вы все бестолковые. Иван, вы слышите, что вам говорят? Сейчас же позовите этих нищих. Эй, 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 эй. Музыканты, назад, 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 назад. Старичок почтенный, заворачивай оглобли. Господа, будут ваш пантомин смотреть. Но живо, живо. Эй, ну и дела, дедушка Ладышкин. Что и говорить-то? Характерный борчок. Однако, я же тебе говорил, что здесь поживо будет. Уж я все знаю. Ну, вали, Сергей, начинай. Начинаем, господа, наше представление. Наша трупа хоть куда, всем на удивление. Наш ученый, пес-сорто, прыгает и пляшет. Он танцует и хвостом деликатно машет. А окончивший балет вежливо сдавает. Заплатите за билет, сколько кто желает. Заплатите за билет, сколько кто желает. Какая собачка. Собачка, собачка. Танцуй, собачка. Танцуй. Так, еще. Еще. Теперь поздоровайся с почтеннейшей публикой. Так, еще. Ах, 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 еще. Ах, 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 ах. Вот это другое дело. Вежливость прежде всего. Придем домой, я тебе морковку дам. Я забыл, ты морковку не кушаешь. Тогда возьми мою цилиндру и попроси у господ, может, они тебе припожалуют чего-нибудь повкуснее. А господа-то довольны. Деды-кладышки, видишь, все улыбаются. А что, не говорил я тебе? Ты меня спросишь, я про все знаю. Никак не меньше рубля. Ну да. Собачка, собачка, иди сюда. Танцуй, собачка, танцуй. Мама, хочу собачку. Трилли хочет собачку. Успокойся, Трилли, умоляю тебя. Ты хочешь погладить собачку? Да. Ну хорошо, хорошо, моя радость, сейчас. Доктор, как вы полагаете, можно Трилли погладить эту собаку? Вообще говоря, я бы не советовал. Но если надежные дезинфекции, например, борной кислотой или слабым раствором карболовки, то вообще можно. Собаку же... Сейчас, моя прелесть, сейчас. Старик, подведите, пожалуйста, вашу собаку сюда. Не бойтесь, вам заплатят. Послушай, она у тебя не больная? Не, что вы? Может быть, у нее эхинококи? Чего? Эхинококи. Дураки, черти, не хочу я погладить, не хочу. Я хочу, ну, всегда, хочу играть, моя собака. Послушайте, старик, подите сюда. Сколько же ты хочешь, старик? Сколько вашей милости будет угодно. Барни, ваше высокопреусходительство. Мы люди маленькие, нам всякое даяние блага. Чай сами, старичка, от меня видите. Как вы бестолковый. Бестолковый, все, точно. Ведь поймите, что собака ваша, а не моя. Моя собачка, моя. Ну, сколько? Десять? Пятнадцать? То есть, простите, ваше сиятельство, я человек старый, глупый. То есть, как это вы изволите говорить? За собаку? Ох, бог мой, вы, кажется, нарочно притворяетесь идиотом. Я вас спрашиваю русским языком. За сколько вы хотите продать вашу собаку? Понимаете вашу собаку? Собаку. Трилли хочет собаку, ну. Собак им бар не торгуются. А этот пес, сударыня, можно сказать, нас двоих кормит, поет и одевает. И никак это значит не выходит, чтобы взять да и продать. Послушайте же, безумный старик. Нет вещи, которые бы не продавалось. Может быть, ваша собака стоит сто рублей? Ну, двести? Триста? Да отвечайте же, истукан. Истукан. Собирайся, Сергей. Арто, Арто, иди сюда. Доктор, скажите ему что-нибудь, ради бога. Постой-ка, любезный. Ты бы лучше не ломался, мой милый. Вот что я тебе скажу. Собаке твоей 10 рублей красная цена. Да вместе с тобой на придачу. Ты подумай, осел, сколько тебе дают. Покорнейший, вас благодарю, барин. А только никак это делать не выходит, что значит продавать-то. Счастливо оставаться. Сергей, Сергей, иди вперед. А паспорт у тебя есть? Я вас знаю, канальи. Дворник Семен, гоните их. Шляйте здесь, лаборданцы. Благодарю еще богу, что по шее не заработал. А в другой раз придешь, так и знай. Стесняться тобой не стану. Намну за гривок и стащу господину уряднику. Ну-ну-ну, цица проклятая. Ушен, трупа. Преследуемая мрачным дворником в розовой рубахе, бродячая труппа почти бегом спешила к воротам. Выйдя из ворот, артисты прошли через парк и спустились крутой сыпучей тропинкой к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями, о которой теперь с тихим шелестом ласково плескалось в море. Долгое время старик и мальчик шли молча. Но вдруг у самого берега, точно по уговору, взглянули друг на друга. Что, дедушка, лодыжки, да? Ты все знаешь, а? Да, брат, обвешивались мы с тобой. Действительно, однако, мальчугашка-то, а? И как его такого вырастили, сутью возьми совсем. Скажите на милость, 25 человек кругом его танцы танцуют. Подай ему собаку, да и только. Поди сюда, Арто, поди, моя собаченька. Ну, Арто, хочешь 200 рублей? А живого возника хочешь, а? Не хочет. Ну, денек. Ну, денек сегодня выдался. Удивительно. Да. На что лучше? Барыня нам целковой отвалилась. Серебром, да. Ну, чего, чего? О, ты, нет, с колодыжки он вперед знает. Ну, ладно, а ты помалкывай, помалкывай, а, как это, от дворника-то улепятывал, помнишь, а? Чего? Я думал, не догнать тебя, а? Серьезно, мужчина, дворник-то этот. А ну, черт с ним, с дворником, я сейчас как выкупаюсь. Ах ты! Иди, иди, Сереженька, и я за тобой следом окунулся. Ой. Ох, как хорошо, дедушка, лодыжки, ух. Только ты больно долечить не плавай, морская свинья утащит. А я ее за хвост. И вода какая-нибудь теплая. Ой. Водичка-то самая аккуратная. Для моих стариковских телес приятная. Дедушка-лодыжки, гляди, я сейчас в воде переквырнусь. Эй-эй-эй, ты не балуйся, поросенок, смотри, я тебя. Дедушка-лодыжки, эмо, там пароход идет, гляди. Гляди, гляди, еще один, навстречу. Дедушка-лодыжки, гляди, я сейчас пароходом выклужу. Эй, Сережа, вылезай, что же в самом деле-то будет тебе. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ой, вот и вылезай. Уйди, пертво. Уйди. Все, хорошо. О, хорошо. Кажись, к нам с горлик тот спускается. О-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о. Арток, Арток. Да не как тот самый дворник. Который? Друг. Что сдача-то нас выгнал? А-а-а. Так а что же ему надо? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Подожди, дедушка-лодыжки. О-о-о-о-о-о. Давай, дедушка, ну кладем ему, а? Да ну, у тебя, ты жизнь. Ох. Вы, вот что, продавайте, что ли, пса-то? Ну, никакого сладу с панычом, но ревет, как теля. Подай, да подай собаку. Барыня послала. Купи, говорит, во что бы ты ни стал. Это довольно даже глупо со стороны твоей барыня-то. И опять-таки, какая она такая мне барыня-то? Это она тебе может, барыня, а мне так это, двоюродной наплевать. Ну, пойми ты, дурак ты человек. От дурака слышу. Ну-ну-ну, постой, не к тому я это. Тут, брат-то мой, сразу цифра. Давай, дедушка, наклади вам яму. Двести, а не то триста целковых в раз. Это ж можно бокалейную открыть. Так. Продать, значит, собачку. Обыкновенно продать. Ну, чего вам еще? Ну, да-да. Главное, паныч-то у нас скоженный. Чего захотелось, так весь дом перебулгачит. А барин-то у нас инженер. А всей России железные дороги строит. Ну, леонер. А мальчишка-то у нас один. Как есть, ни в чем отказывает. Скажи, пожалуйста. А луну? То есть, в каких-то смыслах. Я говорю, луну с неба он еще ни разу не захотел. Ну, вот тоже, сказал луну. Ну, да как же это человек, лады у нас, что ли? Я тебе одно скажу. Примерно, ежели был бы у тебя брат. Или, скажем, друг, который, значит, самого с из детства. Эй, ты, дружи, собаку колбасу дарм не стравляй. Ты сам лучше скушай. Этим, брат, ее не купишь. Так вот, говорю, ежели был бы у тебя самый, что ни на есть, верный друг, который с из детства. Так ты бы его за сколько примерно продал бы? Приравнял тоже. Вот тебе и приравнял. Ты поди к своему парину, который железную дорогу строит, и скажи, не все, мол, продается, что покупается. Арто, иди сюда, собачий сын. Сергей, собирайся. Дурак ты старый. А ты хам. Иуда, брат, продажный душа. Дурак. Увидишь свою генеральшу, кланяйся и скажи, млад наш, с любовью низкий поклон. Свертывай камер, Сергей. Значит, так. Всем возьмите. Пошли, Сергей. С тихим шелестом ласково плескалось море. У дедушки Лодыжкина был давным-давно примечен один уголок между Мисхором и Олубкой, внизу от нижней дороги, где отлично можно было позавтракать. Туда он и повел своих спутников. Позавтракав, старик и мальчик легли рядом на траве. КОНЕЦ Сергей и дедушка Заснули. Один раз дедушке сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит. На мгновение в его задуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе. Но мысли его тотчас же спутались, расплылись в тяжелых, бесформенных видениях. КОНЕЦ Ты что, Сергей, лопишь-то? Что, что? Собаку мы с тобой проспали. Вот что. Горто, Горто, Горто. Глупся ты выдумываешь. Вернется. Вернется. Горто, жди у моря погоды. Арто, 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 Арто. Видишь, на земле огрызок колбасы валяется. Да да, ведь он у моря-то. Артошку колбасой прикармливал. Кто? Да ну дворник-то генеральской. Свел подряд собаку. Артошенька. Арто, Арто. Артошенька. Артошенька. Что же нам теперь делать, Сереженька? Делать-то нам что теперь? Что делать, что делать? Давай пойдем прямо и скажем, подавай назад собаку, а нет, к мировому судье и весь сказ. К мировому. Ну да, это верно. Прямо к мировому. Пойдем и скажем. Эй, Сережа. Только не выходит это делать, чтобы к мировому. Ну как это не выходит? Один закон для всех. Чего им в зубы-то смотреть? А ты, Сережа, ты это ни того. Не сердись на меня. Собаку-то нам с тобой не вернуть. Насчет паспорта я опасаюсь. Паспорт у меня чужой. Как чужой? Ну так, чужой. Свой-то я потерял в таганроге или украли его у меня? Ах, дедушка, дедушка. Собаку мне в больно жалко. Эй, собаку-то в больно жалко. Сереженька, родной ты мой. Да будь только, у меня паспорт настоящий. Разве я поглядел бы, что они генералы? Да я за горло бы взял. Как так? Позвольте. Какой такой медь полный прав чужих собак воровать? А теперь нам крышка. Ничего нам с тобой не сделать, Сережа. Ничего мы тут не сделаем. Пойдем. Иван, дедушка, пойдем. Не ночевать же на большой дороге. Сережа, родной ты мой. Собачьей-то уж больно затейливой была. Артоженька-то наша. Другой такой не будет у нас. Ладно. Ладно. Вставай. Я тебя от пыли-то очищу. Совсем ты у меня раскис, дедушка. Эх. Пойдем. Пойдем, дедушка, лодыжки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал сергей же сохранял на лице зло и решительное выражение они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной носивший блестящее название илдыс что значит по-турецки звезда было далеко за полночь когда сергей лежавший на полу рядом с дедушкой осторожно поднялся и стал бесшумно одеваться ты куда ночь уходишь мальсюк сонно окликнул сергея удивляя хозяин кофейной молодой турок ибрагим пропусти надо сурово деловым тоном ответил сергей ибрагиму отверть двери и сергей вышел на улицу миновав белую с зеленым куполом в виде луковицы мечеть мальчик опустился по тесному кривому переулку на большую дорогу сергею было немного жутко среди величавого безмолвия в котором так отчетливо и сдавались его шаги но в то же время в сердце его разливалась какая-то щекочущая головокружительная отвага беззвучно проскользнул сергей в деревянную калитку ведущую в парк вот наконец высокий чугунный ворот забраться ему было нетрудно изящные чугунные завитки составлявшие рисунок ворот служили верными точками опоры для ловких рук и маленьких сильных ног сергей совсем перевесился через арку его пальцы цеплявшиеся за острый угол разжались и он стремительно полетел вниз несколько секунд он стоял четвереньках оглушенный падением потом поднялся на ноги и пошел никогда в жизни мальчик не испытал такого мучительного ощущения полной беспомощности заброшенности и одиночества как теперь огромный дом ему казался наполненном беспощадными притаившимися врагами только не в доме в доме ее не может быть в доме она выйти станет надоест он обошел дачу кругом закричал выступление сергей царапая ногтями каменную стену все что произошло потом сергей помнил смутно точно в каком-то ужасном горячешном бреду дверь подвала широко с грохотом распахнулась из нее выбежал дворник кто здесь бродит застрелю но в ту же минуту из темноты раскрытой двери как белый прыгающий комок выскочил слаем арто на шее у него болтался обрывок веревки почти бессознательно сергей спустил пронзительный долгой отчаянный вопль и наугад не виде дороги не помни себя от страха пустился бежать прочь от подвала он мчался как птица крепкой часто ударяя землю ногами которые внезапно сделались крепкими точно две стальные пружины рядом с ним скакал заливаясь радостным лаем арто сзади тяжело грохотал по песку дворник яростно рычавший какие-то ругательства с размаху сергей наскочил на ворота но мгновенно не подумал а скорее инстинктивно почувствовал что здесь дороги нет между каменной белой стеной и растущими вдоль нее кипарисами была узкая темная лазейка не раздумывая подчиняясь одному чувству страха сергей нагнувшись юркнул в нее и побежал вдоль стены острые иглы кипарисов хлистали его по лицу он спотыкался корни падал разбивал себе в кровь руки но тотчас же вставал не замечая даже боли и опять бежал вперед так бежал он по узкому коридору образованному с одной стороны высокой стеной с другой тесным строем кипарисов бежал точно маленькой обезумевший от ужаса зверек попавший в бесконечную западню наконец сергей выбился из сил он сел под дерево прижался к его стволу изнемогшим от усталости телом и зажмурил глаза тихо артур тихо в двух шагах от мальчика зашумели ветви раздвигаемые руками сергей бессознательно поднял глаза кверху и вдруг охваченный невероятной радостью вскочил одним толчком на ноги он только теперь заметил что стена напротив того места где он сидел была очень низкая мигом схватил он поперек туловище арто и поставил его передними лапами на стену следом за ним очутился на стене и сергей как раз то время когда из раступившихся ветвей кипарисов выглянула большая темная фигура два гибких ловких тела собаки и мальчика быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу был ли дворник менее проворным чем два друга устал ли он от кружений по саду или просто не надеялся догнать беглецов но он не преследовал их более тем не менее они еще долго бежали без отдыха оба сильные ловкие точно окрыленный радостью избавления к пуделю скоро вернулся его обычное легкомыслие сергей еще оглядывался боязливо назад арто уже скакал на него восторженно болтая ушами и обрывком веревки и все изловчался лизнуть его с разбега в самые губы в кофейный лдыз ибрагим встретил мальчика с укоризненным шепотом что ты все сляйся мальчик все ты все сляйся вай-вай нехорошо сергей не хотел будить дедушку но это сделал за него арто в одно мгновение отыскал он старика среди груды валявшихся на полу тел и и прежде чем тот успел опомниться облизал ему с радостным визгом щеки глаза нос и рот дедушка проснулся увидел на шее пуделя веревку увидел лежавшего рядом с собой покрытого пылью мальчика и понял все